МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Метрополия. За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Главное празднование, посвященное особо любимому и почитаемому верующими святому святителю Николаю Чудотворцу, совершается 19 декабря. В нашей стране исторически ему посвящалось множество домов божьих. В одном из таких храмов Рязани, сохранившихся после гонений XX века Николой Ямском, в этот праздничный день верующие встречали престольное торжество. В приходе храма «Сретение Господне» в Рязани, где действуют школы семьи «Родная душа», театральная студия «Подмостки» и другие творческие объединения, ко всем большим событиям начинают готовиться заранее и каждый раз придумывают особую творческую программу. В этом году к празднику затеяли большой спектакль «Секрет любви». В епархиальной библиотеке состоялось открытие выставки «Мелодии Рождества». Подходит к завершению 2022 год, и итоги этого непростого периода времени подводили на епархиальном собрании в Рязани 23 декабря. 25 декабря престольный праздник встречали в одном из новых храмов Рязанского края в честь святителя Спиридона Тремифунского в селе Баграмово Рыбновского района. В день торжества Божественную Литургию там возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Главное празднование, посвященное особо любимому и почитаемому верующими святому, святителю Николаю Чудотворцу, совершается 19 декабря. В нашей стране исторически ему посвящалось множество храмов. В одной из таких церквей Рязани, сохранившихся после гонений XX века, Николой Имской, в этот день верующие встречали престольное торжество. Николай Чудотворец – один из немногих святых, к которому в трудностях и бедах обращаются люди. Настолько бывает очевидна и быстрая его помощь и заступничество. Но даже не это самое удивительное. Больше всего поражает верующих безграничная доброта святого, жизнь которого, кажется, была соткана из дел милосердия и трудов на благо церкви. И ещё более удивительным может показаться то, что жизнь, без остатка посвященная другим, была полна настоящей духовной радости и счастья. Каждый из нас иногда проявляет в своей жизни отзывчивость и сочувствие к бедам и скорбям ближних. Но далеко не всегда наше сочувствие и отзывчивость продлевается дальше просто сочувственного слова и взгляда. Но святитель Николай всегда был отзывчивым делом. Он не просто помогал людям сочувствием внешним. Он всегда помогал и помогает действенно. Жизнеописание святителя Николая является для верующих людей образцом христианской жизни. Особо часто к нему обращаются путешествующие. В этом свете Николаймской храм Рязани особо показателен, ведь он был возведён на средства имщиков. В пути многие взывали к великому угоднику Божию, и он оказывался добрым помощником-путником. Почти каждый человек в своей жизни получал просимое по молитвам к святителю Николаю Чудотворцу. И одно его имя согревает сердца людей образом доброго архипастыря, каким он был для верующих при жизни и каким остаётся по окончании своего земного пути. И поэтому всегда совершенно по-особому, с горячим чувством благодарности и любви, звучат молитвы к этому святому. Субтитры создавал DimaTorzok «Вся жизнь святителя — настоящий гимн единения человека с Богом, обетование истинной радости и вечной жизни для того, кто свой земной путь направляет к Создателю, неустанно творя милость другим. В его образе каждый верующий обретает пример, которому он должен следовать в жизни, и того, как надо относиться к окружающим людям, скротостью, добротой и любовью во Христе». Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. В приходе храма Сретения Господня в Рязани, где действует школа семьи «Родная душа», театральная студия, подмостки и другие объединения ко всем большим событиям начинают готовиться заранее и каждый раз придумывают особую творческую программу. В этом году к празднику затеяли большой спектакль «Секрет любви». Исходный сюжет, положенный в основу, сохранили, но в процессе работы над сценарием он претерпел некоторые изменения. Это позволило охватить и всех желающих участвовать в спектакле, и все темы, которые хотелось бы раскрыть в постановке. Конечно, не хочется открывать полностью идеи спектакля, ведь рождается сама любовь, и поэтому здесь тоже рождается любовь. Показана семья, которая меняется, меняется глава семьи под воздействием разных обстоятельств. И его сердце сначала просто каменное, он не переживает, он не готов делать дела милосердия, он не понимает свою жену, своих детей, а потом он меняется. Он меняется и, в общем-то, становится его сердце любящим, нежным и добрым. В театральном действии заняты артисты от самых маленьких до самых старших. До премьеры еще есть время, но уже и репетиции захватывают актерский состав полностью, чтобы успеть в них поучаствовать, все стараются как можно скорее доделать все дела, кто работу, кто уроки, и спешат в любимый храм. В просторном конференц-зале есть где развернуться, и таланты начинают блистать во всю силу. Каждый старается вложить в свою роль не только умения, но и частичку сердца, ведь так хочется к празднику подарить радость и тепло другим людям. Нам очень нравится ходить в театральную студию, здесь очень весело. Мы все вот так вот встречаемся, здесь учим роли, учим свои эмоции выражать правильно. Я скорее делаю уроки, чтобы сюда попасть и поставить спектакль рождественский, на Рождество со всеми ребятами и взрослыми. Мне это очень нравится. Спектакль рассказывает о том, что несколько семей есть богатые, есть бедные, но все они наравне. То есть неважно, богатые люди или бедные. Главное, чтобы в сердце у них было добро, а не зло. Чтобы все любили друг друга, помогали в трудной минуте. Господь говорит о себе, что Он есть путь и истина, и жизнь. А еще апостол Иоанн напоминает нам, что Бог есть любовь. И каждый человек призван любить Бога и ближних, обретая в этом свободу и счастье. Но большинство людей вкладывают в это понятие совсем другие смыслы. В современности слово «любовь» опошлено и искажено уже, кажется, до невозможности. Но артисты под руководством Натальи Калининой не соглашаются с тем, что настоящую истинную любовь пытаются изгнать из этого мира и своими силами стараются напомнить ближним о ней. Любовь укрепляет и вдохновляет. Она наполняет сердце радостью, помогает не сбиться с пути и продолжает двигаться к истине. Как будут искать понимание и секрет любви героя пьесы, зрители узнают уже на премьере 14 января. 15 числа состоится повторный показ. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. В отделе «Редкая книга» Рязанской епархиальной библиотеки начала свою работу Рождественская филателлистическая выставка, носящая в этом году название «Мелодия Рождества». Ее представили Владимир и Алексей Туарменский. Это уже третья экспозиция, подготовленная ими и приуроченная к празднованию Рождества Христова. Соприкоснуться с этим праздником побольше, может быть, узнать традиции этого праздника не только в нашей стране, но и в других странах, помогает как раз, как это покажется кому-то странным, именно марке. Казалось бы, вот этот маленький кусочек бумаги, который наклеивается на конверт, он переносит информацию со всего мира. И вот узнать традиции, какие есть не только в нашей стране, но и в других странах, позволяет это. А выставка носит необычное название. В этом году у нас это «Мелодия Рождества». Мелодия, из чего она состоит, мелодия. Мы можем увидеть те музыкальные инструменты, на которых играют и славят Христа. Не только ангелы, но и люди. И разнообразие этих инструментов также поражает, удивляет, знакомит нас с мировой художественной культурой. Уникальность выставки состоит в том, что на ней можно увидеть около 300 экспонатов из 45 стран мира. Значительная часть из них относится к маркам, раскрывающим особенности мелодий, восславляющих события Рождества Христова и передающих традиции, связанные с этим днем. Когда на эти марки смотришь, понимаешь, какой мир он большой и разнообразный. И даже вроде бы общие христианские традиции, которые объединяют огромное количество стран мира, они этим чудесным образом преломляются сквозь призму национальных культур, восприятие этого праздника. И когда наблюдаешь, как это все сконцентрировано на марках, то удивляешься, какой мир разный. Разнообразие рождественских мелодий, увековеченных на марках, очень велико. Можно выделить традиционные для европейской цивилизации композиции и экзотические, распространенные в африканских странах и Латинской Америке. Синтез общеевропейских традиций и локальных особенностей можно наблюдать на крупном экспонате с острова Рождества, который посвящен классической мелодии «12 дней Рождества». Согласно тексту этой песни, на четвертый день Рождества возлюбленная дарит автору четырех дроздов. Однако на острове Рождества нет дроздов. Роль певчих птиц, исполняющих призывные песни, на этой марке выполняют альбатросы, известные своей привязанностью к спутникам жизни. О других уникальных деталях празднования Рождества и красочных мелодиях можно узнать на выставке во время работы библиотеки. Выставка будет работать до середины января 2023 года. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Конец года – время подведения определенных итогов и оценки новых вызовов, встающих перед людьми. О самых значимых событиях и проектах, отражение текущей непростой ситуации в жизни верующих рязанцев, шла речь 23 декабря на епархиальном собрании в Рязани. Местом встречи стал конференц-зал нового храма Сретения Господня. Заседание возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Владыка ознакомил собравшихся с повесткой дня и выступил с докладом, который традиционно начался со статистики. Со времени пандемии впервые удалось провести собрание полноценно при участии всех клириков епархии. При этом тема пандемии тоже была затронута, поскольку прошлые годы преподнесли тяжелый урок, и соответствующие выводы из него необходимо делать. В 2020 году коронавирусная инфекция нас в меньшей степени не коснулась, нежели в 2021 году. И в 2021 году, конечно, у нас были более тяжелые потери, чем в других годах. Сызерцы, учители церкви призывали даже монахов, в которых будут в обителях, в городских обителях лечиться. И обращайте внимание на свое здоровье. Поэтому, братья, будьте внимательны, и здоровье – это Божий дар всем нам. А жизнь всех нас принадлежит, конечно, Богу, но и церкви. Поэтому важно, как можно более благотворно тратить свои жизненные силы, и, конечно же, их отдавать нужно служению Богу. Одна из главных тем, затронутых в выступлении правящего архиерея, это отношение к ситуации в мире. Испытания и вызовы современности, по словам митрополита Марка, с одной стороны обнажили ряд проблем, с другой привели к изменениям в различных областях жизни. Многие люди в настоящее время растеряны, многие подавлены или переживают родных и близких, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Как сказал архипастер, сейчас как никогда важно быть рядом с людьми, нуждающимися в поддержке, утешать их и, самое главное, сугубо молиться. Владыка напомнил, что в настоящее время в храмах епархий совершаются особые молебны о даровании мира и о наших войнах. К участию в этих молебнах мы призываем всех верующих, особенно родных и близких, военнослужащих, в записки с именами воинов, мы принимаем, без пожертвований. И я всякий раз не только на простом виде, а и на Великой Входе часто читаю имена воинов и медицинских. И такое благословение, как вы знаете, было дано всем настоятелям, всем храмам епархий. Мы совершаем молитву о даровании мира нашей Святой Руси за каждое благослужение. Я обычно всегда молюсь коленом пред планетам и вас призываю следовать к тому примеру. Кроме разогреться воскресенье и праздничных дней, когда остановиться на колене не положено. Большое значение в этом году приобрела социальная работа. И ранее это было одно из существенных направлений деятельности приходов и епархий в целом. А в этом году она объединила еще большее количество людей. Другое направление трудов, которому было уделено внимание в докладе правящего архиерея, это молитвенная и пастырская поддержка военнослужащих и их родных. С начала мобилизации в учебном центре в Сельцах неотлучно находились сотрудники епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и священники-добровольцы, и их пребывание там оказалось востребованным. Многие сразу же оценили возможность побеседовать со священником, приступить к таинствам и получить ответы на свои вопросы. При работе с личным составом, мобилизованным, очень важно показать, что ты находишься рядом, можно просто подойти и побеседовать. Даже просто то, что тебя волнует, с этим поделиться, и, соответственно, так вот завязывается беседа, и так происходит дальнейшее духовное окормление, если человек действительно нужна поддержка, или человек, может, первый раз в жизни хочет поисповедоваться. Это принципиально важно. И многие действительно именно там первый раз в своей жизни получили прощение своих грехов от Бога в таинстве исповедения. Что самое главное в работе с мобилизованными? Главное – оказывать им свою поддержку, показывать, что даже здесь мы, оставаясь, как говорится, на гражданке, мы их поддерживаем, мы готовы помогать им здесь не только молитвой, но и каким-либо делом. Не оставлять молитв, поддерживать людей и быть единодушными. Митрополит Марк выделил эти тезисы, связанные со служением пастырей, как главные в его вступлении. В заключении владыка ответил на вопросы участников собрания и поблагодарил всех за служение и пастырские труды. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Святитель Спиридон, епископ Тремефунский чудотворец, в последние десятилетия становится всё более известным и почитаемым угодником Божиим в нашем народе. В 2020 году в Рязанском селе Баграмово в его честь был освящен храм. С этого времени ежегодно престольный праздник, приходящийся на 25 декабря, прихожане встречают за архиерейским богослужением. И в этом году уже в третий раз божественную литургию в храме в день торжества совершил митрополит Рязанский Михайловский Марк. Дата пришлась на неделю 28 по Пятидесятнице святых пратец. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ранее в селе существовала церковь в честь преображения Господня, однако в конце XIX века она была упразднена. После этого события верующим приходилось ездить в храм в соседнее село Горяйного. А в Баграмово, где проживает более 2500 человек, свой приход стал настоятельной необходимостью. Уже в новое время возведение Дома Божьего продолжалось не один год. Под покровительством святителя Спиридона и по молитвам к нему дело продвигалось. Сначала собирались в помещении бывшей столовой, затем молились во временном храме. Приходская жизнь развивалась, верующие продолжали трудиться и крепко уповать на то, что постоянный храм в селе будет возведён. Так и произошло. Когда в Рязани была принесена десница святителя Спиридона, это было большое событие для всех, для нас. И когда здесь создался приход, Владык Павел благословил, чтобы наш приход был назван в честь святителя Спиридона Тринфургского. В первое время мы служили в очень тяжёлых условиях, и мы решили тогда, что нам необходимо иметь свой храм, и начали строительство. Сначала построили маленький храмик, который сейчас у нас превратился в трапезную, воскресную школу, и было решено, что должны строить большой, каменный, хороший храм. Вот в течение 10 лет трудились всем миром, собирали деньги, и с Божьей помощью и с помощью святителя Спиридона мы смогли осилить этот храм. Святитель Спиридон Тринфургский жил в IV веке. Он являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия, заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Всё житие святого поражает удивительной простотой и силой молитвы, дарованной ему от Бога. Господь прославил святителя Спиридона за его мудрость, незлобие, святость и готовность помогать людям. И заступление этого дивного святого простирается на великое множество христиан, которые обращаются к нему с искренней верой в своих молитвах. После богослужения Владыка Марк тепло поздравил верующих с Днём Памяти святителя Спиридона и в наставлении напомнил главные черты, характеризующие его образ, а также призвал следовать примеру этого святого в своей жизни. Святитель Спиридон трудился не ради своей славы, не ради исполнения своей человеческой, суетной мечты. Он исполнял Божие служение, он трудился во славу Божию, он вошёл в жизнь Божию, и Господь прославил его не только в течение его земной жизни, но и после его кончины. Закончилась земная жизнь святителя Спиридона, но не закончилась история, связанная с ним на земле. Его мощи являются для всех нас драгоценным источником исцелений и утешений. И всякий человек, который когда-либо побывал на острове Корфу, возле его мощей, старается вернуться туда ещё раз, потому что чувствует особую милость Божию и чувствует особую помощь по молитвам этого святителя. Господь прославил святителя Спиридона многочисленными дарами чудотворений и помощи Божией. Таким стал итог жизни человека, который на земле не искал своего, добросовестно трудился на своём месте, исполняя своё послушание и стараясь всё делать во славу Божию. В завершении наставления владыка Марк призвал верующих молиться святителю Спиридону, чтобы он утешал тех, кто скорбит и исцелял болящих, помогал обращению заблудших. Образ святителя — это пример всем людям в том, чтобы добросовестно исполнять своё служение, быть верным Богу в малом. И если Господу угодно, Он сам даст всё, что нужно для нашей души, для спасения и служения Богу и ближним. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Далее в нашей рубрике «Слово архипастры» митрополит Рязанский Михайловский Марк размышляет о том, почему люди часто считают себя безгрешными. Рязанская епархиальная телестудия, Одним из распространённых убеждений, особенно для людей, которые не живут жизнью церкви, является представление о своей безгрешности. Очень часто человек говорит, «Я не чувствую за собой грехов. Я плохого никому не делал никогда. Я никого не убивал. Я никого не предавал. Я никому не желал зла. Почему же я испытываю какие-то сложности, трудности? Ведь у меня нет грехов». Представление о своей безгрешности – это, конечно, ложное мнение о себе. да, если мы не убивали, не предавали, не воровали и так далее, это не означает, что мы тех же самых грехов не совершали в своём сознании, в своём сердце. Господь Иисус Христос часто обличал фарисеев и сравнивал их с покрашенными гробами. В чём смысл этого сравнения? Дело в том, что прикосновение к гробнице воспринималось в древнем Израиле как осквернение. И вот евреи специально белили, красили краской гробницы для того, чтобы случайно к ним не прикоснуться. Но поэтому гробницы особенно уважаемых людей, пророков, выглядели как красивые монументы, но внутри там царило тление, находились мёртвые кости. Вот и мы также часто являемся теми мёртвыми костями внутри. Можно привести такой пример жизни. В некоторых парках и садах вместилище для мусора имеет красивую форму, красивый дизайн, красиво оформленный. Но если посмотреть, что творится там внутри, то мы видим другую картину. Вместо красоты, гармонии, мусор, грязь, окурки и так далее. Вот и мы с вами часто подобны этим мусорным ящикам только внутри. Это снаружи мы можем казаться красивыми, чистыми. Но стоит посмотреть в наше сердце, и мы увидим там все пороки, которым мы считаем себя непричастными. Господь наш Иисус Христос особое внимание обращал на внутреннюю сторону человека. И Он говорил, не то оскверняет человека, что входит в него, но то, что исходит из сердца, а оттуда исходят скверные помыслы. И именно они оскверняют человека. Православное монашество имело главной целью не только очистить себя от грехов снаружи, не только не совершать грехов, но и бороться с грехами внутри, очищать свою душу, очищать свое сердце. Потому что несовершение каких-то грехов не является гарантией нашей чистоты. Внутренняя чистота, свобода от греховных мыслей – вот главная цель, к которой нужно стремиться. На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги-сотрудники Рязанской и епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»